Фух, всем привет дорогие зрители моего канала, меня зовут Павел, мы продолжаем прохождение игры Singularity, ну или, как бы по нашему это сказать, сингулярность. В предыдущей серии мы потеряли нашего товарища Девлина, собственно по глупости потеряли, причем по его глупости. С нами вышел в контакт Демичев, и судя по всему он из яйцеголового превратился в военного, не очень-то хорошо это для нас, он здесь не один судя по всему, у него здесь целая армия солдат, что не очень хорошо. Кстати говоря, вот эта девушка Кэтрин, она нас спасла, как я понимаю, в предыдущей серии, и она работает на организацию Мир 12, что это за организация мне непонятно. Кстати говоря, напоминаю, мы играем за героя, его зовут Натаниэль Ренко, американец, капитан в звании, за оружие, пистолет, нож, все. Я, кстати говоря, закончил здесь предыдущую серию, вот на этом же самом месте, и мне пришлось выйти из игры. Угадайте, где была контрольная точка? Контрольная точка была под дулом пистолета Демичева. Ну да ладно. Собственно, в предыдущей серии она сказала, что в этом ноутбуке мы найдем ответы для себя. О чем, что здесь вообще происходит? Ну давайте, только побыстрее у нас, судя по всему, ищут, скоро найдут. Говорит Мир 12. Наша цель – донести до человечества правду, которую от него скрывают. В 50-х годах 20-го века был создан военно-научный центр Каторга 12. Правительство и по сей день отрицает этот факт. Это ложь. Мы нашли секретные документы, согласно которым на этой базе занимались изучением минерала Е-99. Программу изучения Е-99 возглавляли двое ученых. Доктор Виктор Барисов – ведущий специалист по квантовой физике. Ему так и не довелось увидеть плоды своей работы. В отчетах говорится, что он погиб во время одного из экспериментов. После смерти Барисова программу возглавил этот человек. Он втянул Советский Союз в войну за мировое господство, которую он выиграл благодаря уникальному оружию, разработанному в Каторге 12. Сегодня его знают все. Генеральный секретарь Николай Демичев, председатель мирового правительства. События, благодаря которым Демичев пришел к власти, до сих пор окутаны тайной. Мы нашли записи, в которых говорится, что Демичев – самозванец. И возникает все больше вопросов о Каторге 12. Что дало генеральному секретарю Демичеву такую власть? Что стало причиной катастрофических разрушений и многочисленных жертв? Все ниточки ведут к сооружению на Каторге 12. Сингулярности. Что же такое сингулярность? Судя по дневнику, лишь один человек может ответить на этот вопрос. Капитан Натаниэль Рэнко. Наша главная задача – найти капитана Рэнко и помочь ему в выполнении его миссии. Мы – Мир 12. Мы говорим людям правду. Хорошо. Один из ведущих ученых проекта «Сингулярность» втайне построил убежище. Ты должен найти его. Там есть другой выход. Держи. Двусторонняя рация с навигацией. Ступай! А ты куда? Ладно. Ну, Кэтрин, знаешь, видимо, что делать хорошо. Есть Аширио прошло. Поэтому мы снова сами по себе обыденные люди. ППС у нас снова тормозит. Кстати говоря, оказывается, местных еремучей, то бишь монстров, которых мы видели ранее, здесь называют зиками. Это я узнал, потому что мне стало интересно, все ли я тогда собрал. И быстренько пробежался по тем локациям, которые уже прошел для записи. Оказывается, пропустил один секрет. Одну злосчастную записку. Ну да ладно. Кстати говоря, там у нас один товарищ спрашивал про Надю. Оказывается, Надя это его дочь, он ее потерял. Не знаю, услышим ли мы о них еще, но... Ну да ладно. Так, продолжим. Мир 12. Судя по всему, как я понял, это тайное общество, что-то по типу иллюминатов. Только, я так понимаю, они за нас в этот раз. А не так, как в игре Deus Ex. Ну ладно. Так, опять кровь. Хорошо. Будь-ка волкнусь. Максимум утечек. Ладно. Смотрите, какая мощная волкность там смыла. У него встать даже не можем. Хорошо. Судя по всему, нам надо будет сейчас задержать дыхание и... Плыть. Давайте плыть. О, чуть не вздохнулись. Это что такое? А, это труп? Ладно. А, поплыли дальше. Как, 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 какого? Это что такое? Ты, кто-то... Офигеть, смотрите, у нас здесь... Я говорил про локальное братское захоронение. Ребята, я ошибся, у нас здесь бойня. И, по-моему, вот это лучше назвать братской могилой. Правда, это солдаты противника, но да ладно. А, кстати говоря, демичь-то у нас оказывается генсек. И оказывается он... Эм... По той реальности, которую... В которую мы теперь вступили, Изменив благополучно прошлое, Повлияет на это, при этом, на будущее. Эм... В этой реальности у нас существует до сих пор СССР. Эм... Так, что ты там маячишь-то? Держу. Такие звуки нехорошие. Ой. Как будто помешал. Ящик. Так, аптечка. Я думаю, она нам еще позанубится. Эм... А вот. Так. Кстати говоря, В предыдущий раз, как я, ну, собственно говоря, пробежался по-быстренькому, Я научился пользоваться оружейным шкафом, который мы видели. Тогда я им не воспользовался. Эм... Эм... Пока я пробежался с самого начала до того, вместо, как начал записывать... Слушай, какой кошмар, да? Эм... Эм... Я тебе сейчас попугай у меня, ты... Да разве ты гаденыш? Эм... Эм... Ну, персонал отдела снабжения. На следующей неделе мы будем преобразованы в отдел хранения и доставки руды. Эм... Так. Ну, вот у нас оружие-шкаф. И, как я понял, мы можем... Эм... Отсюда брать оружие. Так. Эм... Усовершенствовать... Эм... Можем. Емкости магазинов. Хорошо. Я так понимаю, у нас было 30, стало 45. Ну, стандартно, так. Для шутеров. Эм... Вот, удивительно, на самом деле. Видите, урон у дробовика больше, но... Я бы не сказал. Снайперская винтовка, причем, отстреливает... Отстреливает конечности с первого раза. Дробовик нет. Эм... Ну, центури... Кстати говоря, центурион не такой уж плохой пистолет, я бы сказал. Он мне очень помог. Эм... Эм... У нас герой здесь, судя по всему, не такой мачо, как... Эм... Тот же Макс Пейн. Мы здесь не можем, судя по всему, больше двух видов орудий с собой брать. Эм... У нас есть пистолет, у нас есть... Эм... Автомат. Взять, взять. Эм... Эм... Купить боеприпасы. Эм... Ай... Давай. Хорошо. Эм... Нет, нет, кто хотел сделать. Да... Блин... А, судя по... А, нет, вот... Все, хорошо. Ну, это не 45. У нас с тобой надо, да? Какие-то понимаем. Ладно, хорошо, идем-идем дальше. О, у нас такой хороший автомат. Мне нравится. Будь на чеку. Выброс радиации и сингулярности превратил местных жителей в мутантов. Не попадай в сильно глаза. Я не понимаю, они взрываются, что ли? Камикадзе? Ну... Черт с ним. Черт с ним. Так... Привет из фильма Хищник. Не только из фильма, из игр тоже. Ладно. Так... Людям иметь в виду. Какой капец, а... Какой... Сейчас я спущусь и начнется. О, хорошо. Это нам пригодится. Пригодится, судя по всему. А... Для чего-то еще. Я не думаю, что только патроны на это можем покупать. Тем более у нас патроны спавнятся только так. Капец. Блин, не хоть и враги, но... Если бы я их разорвал, это было бы оправдано. У них разорвали какие-то монстры. Это не оправдано, но это жестоко. У нас герой будет таким... Не злым, не добрым. По настроению будет все делать. Будет рандомный у нас такой персонаж. Довольно противоречивый. Так, сейчас. У меня такая проблема с кишечником. У тебя больше никогда в жизни не будет, да? Вот. Все пополнить, хорошо. Идем, идем. Зачем она вообще-то... Плохое оружие. Я не знаю. Может быть, если его прокачать, то он будет лучше. На самом деле. Ассалт рифл. Райфл. И снайперской винтовки. Не заходить. Очередной флэшбэк. Так, погоди. Не зря я... Решил обойти, ладно. Они совсем близко. Иди, иди. Ты о ком? Урок. Какие-то какие корни. Не, ну тут реально уже все мутировал в шуме. Я продолжаю, продолжаем идти, идти, идти. Только вперед. Только вперед. Я думал меня напугать. Все равно дороже и прицел. Чё взорвался? Круто. Я закономил на вас боеприпас. Нехороших скрип. Ух ты! Будешь так не делать. Да капец. Что творится. Добыча. Потом нам, судя по всему, нам очень-очень пригодится. Только запись. Нас было 12. Мы укрылись от взрыва сингулярности на складе, неподалеку отсюда. Но потом нас нашли твари. Теперь нас только трое. Нам надо выбраться с этого острова. Ну да. 9 человек потерь для такой группы. Шансы того, что вы выберетесь, минимальные. Ну ладно. Слупаки. Я и то смогу. Ты чё не сдаваешься? Что написано? Спецназ. Интересно. То есть ты у нас бывший военный, да? То есть ты у нас опер будешь. Ладно. Хорошо. Апирюга. Апирюга. 12 патронов на телу в школу. Ничего не взорвался, как предыдущий опера. думаю шопер так все можно пусто блин приседай пожалуйста игра не тормозить только на запись трамвозишь и дай так играют и хорошо уйдешь под 60 и больше в смысле на улице 60 в помещениях там вообще как машина времени из назад будущее записка и бутылка водки у нас рынка шахмат конь защищает владею но слон берет короля прости павел не прощу я тебе понял кто написал эту записку я убью его он со мной решил шутки играть кстати говоря наш герой бывший любитель употребить горькую так что он будет уничтожать бутылки какие увидит это его такой секретный факт из его биографии оторвались от чудовища ли просто им надоели сейчас мы в безопасности павел выбирал лодыжку мы боимся что она сломана эту ночь мы проведем здесь счастье убежище нашли шахматы и запас водки уютная домашняя атмосфера а то есть вам жратва не нужна и как я понимаю то есть пожрать да поиграть пьяна голову хорошо ничего не вывихнул поняли врете ухи вот это вас покарали за вашу муж честно говоря нет от этого не легче как раз сюда идем на место кары блин офигеть такие магазины все таки видимость машу ходить тебя глаза выдали светящий сию те на две головы ладно блин ты формистят через десять не жалко нехорошо вот тут не мутиру патронов каши крем изобилие есть все так и грубишь нам не придется эти патроны против орды ерем и чих и оперов вы солдат солдат пригодится я так понимаю что это тонкий намек на то что другое сейчас здесь полезен не понравился как вообще чем вот знаете в редкой игре мне бомбовое оружие на близкой дистанции не нравится судя по всему эти игра будет списке тех самых редких игр так ладно флэшбэк флэшбэк терял голову от любви к этому дробовику ну и судя по всему тут все совсем было печально предпочел наш товарищ сам вершить свою судьбу хорошо слабак я лучше получится тут принципе дробовик дофигища патронов дают ну да больше чем пистолет отпусти и пищу со спины я решила часам ну перевяжемся у нас судя по всему герои бьют только по правой руке и всегда в одно и то же место откуда у тебя бочка-то появилась дружок вы еще и бочку можете призывать? что же происходит то? люди добрые ах дурдом а слишком много пирог еще кто-то есть? я так не думаю блин у нас там вроде как аптечка была жалко что не дают вернуться за добром добра от этого в избытке так ну вы видите что бы у нас сейчас было с пистолетом мы тут бегали к сумасшедшему он в принципе хорош он бьет на площади и маленько останавливает но он не убивает у него нет убойной силы именно как оружие для стопора врагов по большей степени так ну сюда нам судя по всему путь заказан мы пойдем через эти стрёмненькие маленькие ворота в убежище находится устройство известное как МВП его изобрел доктор Борисов один из ученых работавших здесь в пятидесятые годы почему ты меня пугаешь не надо меня пугать ты тут откуда еще взялся подверг туда тебе и дорога а ты еще и убежал ну вон офигеть они еще так дешевле подкрадываются и знаете вот это вот плохо что я уже в принципе привык что если враги рядом то обычно начинает играть какая-то тревожная музыка нам дают понять что враг рядом фу не договариваюсь уже эээ все бы ну да ладно эээ вот это плохо с еремочами мне было попроще они длинные собака эээ верзилы такие сами по себе так что узнать о их присутствии было довольно легко эээ судя по всему мы идем в убежище как я понимаю что за убежище я не очень понял там лежит МВП эээ что бы еще значило это МВП по-моему Демичев нас спрашивал об этом товарищ Сталин добрый день ээээ активной цели у нас нету ладно что я забыл про наш автомат опять опять слушаю как мы попадаем в новую локацию на запись это начинает проседание это ладно ладно так знаете что так что у нас там по времени да в принципе еще есть мы минут 10 ладно идем нет времени они почти внутри нет я не хочу так умереть прости меня то есть позаботился о других дарифов легкую кончину самому тебе такой милости не дали ладно были на 5 вспоминаем фильмы вспомнил фильм гла если кто-то помнит тоже ужастик тоже снова на книге стене кинга хорошо хороший фильм знаете вот так правда конец вот мне собственно концовка этого фильма сейчас напомню он берет пистолет и и сын всех остальных собственного ребенка тюрьмы я такой мягкий сентиментальный да ладно кстати говоря советую посмотрите этот фильм очень мне понравился вам понравится тоже все раз уж такой шик круто у нас уже так у нас там товарищ за дверью прошу что она закрыта собственно что хотел сказать хороший понравился смотри у нас наплыв новых сотрудников и военных и ученых должно быть готовится какой-то очень важный проект она моя подруга из администрации говорит что у них огромный поток новых данных и все работают даже хорошо правда 2 августа 1953 год алена со словом секретарь лаборатории то есть то есть я понимаю в лаборатории начались у нас или вот это автоматическую дверь ладно неполномочный арсенал не входить покажите карту доступа present access card хорошо я надеюсь так карта которая сейчас находится мне в руках достаточно высокого уровня доступа контрга 12 научные исследования опять все в кровище парень я не знаю башкой в обстину лучше чем вот у тебя захорчили на всю комнату все третий год опять опера ненавижу опера ты что там делаешь ты ты свою руку что ли ешь офигеть я думаю все таки нам понадобятся технологии мы их не зря собираем согласно записям мир 12 в этом здании есть секретный вход ведущий к убежищу найди его окей найдем проверим все доложим все расскажем но к сожалению все это будет в следующей серии я надеюсь что вам нравится мое прохождение собственно смотрите советуйте друзьям ставьте оценки желательно лайки если дислайки то пожалуйста аргументируйте будет принято к сведению будет рассмотрено если это на самом деле что то критичное то постараюсь исправить но не критичное само собой исправлю если из вредности то ребята в жизни она всегда на зло отвечает влом добро добром в любом случае за каждое действие нам будет противодействие ну собственно это не сказал это Эйнштейн сказал на каждое действие есть свое противодействие на каждую силу есть противоположное ей ладно философский философская минутка закончилась с вами был Павел всем всего хорошего пока